Здравствуйте, уважаемые друзья! Утро, за бортом у нас сейчас минус 2,5 градуса Как вы видите, солнышко, все хорошо, все замечательно Завтра обещает 2 сантиметра снега В общем, несмотря на то, что по канадским меркам поздняя весна Все равно, собственно, глядарю зима И хотел поделиться новостями Чисто провинциальными На повестке дня некие изменения, связанные с нашей правовой системой провинциальной Дело в том, что, как вы знаете, в провинции Квебек Собственно, своя, полусвоя правовая система В том плане, что здесь гражданский кодекс по кодексу Наполеона Здесь, собственно, и министерство юстиции, понятное дело И, собственно, суды провинциальные И вот, собственно, правительство Квебека Постановило учредить отдельные суды, которые будут заниматься делами, которые связаны с супружеским насилием Сексуальным насилием И, соответственно, суды созданы для того, чтобы защищать интересы женщин С чем это связано? Это связано с тем, что люди в массе своей, понятное дело, как и везде, очень простые И поэтому, когда в семье возникнут какие-то конфликты, то эти конфликты решаются кулаком и насилием И последний год было несколько совершено убийств именно бывшими супругами Те, кто были в разводе или те, которые были накануне развода И, соответственно, женщины перед тем, как их убивали Ну, понятное дело, не убивали, в смысле, их убивали, а не побежали А женщины давали сигналы, что у них не все, слава богу, дома И они хотели получить защиту от всяких разных организаций Начиная от полиции, заканчивая всякими юридическими помощями То есть, которые созданы для того, чтобы помогать женщинам в непростых ситуациях Это не помогало и в итоге, собственно, заканчивалось все смертью И вот было принято два постановления Первое – это введение вот этого особого суда, который будет заниматься защитой интересов женщин И вторая история – это история с тем, что будут введены специальные электронные браслеты Которые будут обязывать людей, которые находятся с этим самым браслетом Не приближаться к жилищу женщины или там, где находится, собственно, женщина По работе или еще где-то там, не важно На определенное расстояние Для этого ссылаются на опыт европейских стран Прежде всего на опыт Испании Что, дескать, после того, как эти электронные браслеты были введены Смертность, преступления, совершенные там по факту насилия Они сведены были к нулю Вообще после введения браслетов ничего тому подобного сделано не было В общем, все считают, что это прекрасно примитивная мера Что женщина себя будет чувствовать более уверенным в большей безопасности От того, что у них будет понимание, что человек знает, что он не может подойти К тому, по поводу которой был выдан судебный приказ, судебное решение Ну и, собственно, это хорошая инициатива И последняя вещь, которая сейчас обсуждается Это, опять же, наша любимая тема со здравоохранением Это то, что буквально, по-моему, вчера или позавчера Случилось, опять же, просто реальное ЧП В связи с тем, что человек, у которого все было плохо Который был в реанимационной машине Не получил медицинскую помощь А умер в лифте Поднимаясь, значит, в операционную Предварительно его завернули в двух госпиталях То есть его там не приняли И, собственно, это было где-то в глубокой провинции Я так понимаю, что там то ли не было врачей необходимых То ли не было оборудования для того, чтобы оказывать экстремную помощь Но, как бы то ни было, человека крутили, возили на машине очень долго То есть я так понимаю, что вопрос был буквально, не знаю, часов и минут Настолько быстро надо было принимать решение о курсе лечения Что конкретно делать Что в итоге все это время его провозили, прокатали И человек вот умер вот так И сейчас опять же поднимается вопрос по поводу того Как через одно место построена у нас в провинции система здравоохранения Насколько достаточно недостаточно денег для того, чтобы Оказывать качественную медицинскую помощь Премьер-министра Квебека напрямую обвинили в том, что смерть находится на его совести Как обычно, сейчас начали решать вопрос по поводу того Кто кому сколько платит Достаточно денег Правильные или неправильные протоколы сделаны Ну, короче говоря, проблема ведь скрылась Чем она закончится, непонятно Но я просто в качестве иллюстрации того, что, значит, все у нас, не слава богу Да, не все у нас так хорошо Как это может казаться сдалека И, собственно, к тому, что мне лично всегда интересно смотреть на эти темы С точки зрения того, какой будет сделан вывод И как быстро он будет сделан вывод Потому что проблема здравоохранения давным-давно И, собственно, ничего особенно не делается Это большая проблема Ладно, за всем откланиваюсь Всем отличных выходных и счастливо Пока Субтитры подогнал «Симон»